Всем привет! В прошлом видео про покупки я показывала вам вот этот журнал Honey от дизайнера Kim Hargreeves. Тем, кто не видел еще этого выпуска, приглашаю вас посмотреть, полистать со мной этот журнал, посмотреть модельки и порыться в моих запасах. Может быть, мы что-то сможем подобрать интересное под вот эти вот модели. Журнал, на самом деле, очень интересный, так что присоединяйтесь. Книга содержит 20-ти дизайнера, выполнена в очень хорошем качестве, с отличной полиграфией, с отличной бумагой, с прекрасными схемами, четкими, понятными, правда, на английском языке, но я думаю, что сейчас это не проблема. Есть уже всевозможные словари по переводу терминов, по трактовке, ну, в общем, короче, разберетесь. В этом году, наверное, как и в других работах, опять же, никто не экономит на месте. Большие развороты, большие фото, которые дают возможность рассмотреть работы в лучшем виде, ну, и вообще просто покайфовать над фотографиями. Журнал начинает модель, которая понравилась мне больше всего. Эта модель называется Голди. Светырок из пушистенькой пряжи. На нее советуют, кем взять пряжу ровно, ну, как обычно она советует, конечно, если она пропагандирует вязание из ровно, и вообще на ровно много лет работала, она будет его и советовать, но мы все знаем, сколько ровно стоит, не всем он по карману, и, если честно, не всегда нужно вязать из дорогой пряжи, поэтому я решила порыться в своих запасах, и вспомнила, что я показывала вам когда-то отзыв на вот эту вот пряжу Ализе, салт, что-то я не знаю, как это все читается, и подбирала к ней в комплект вот эту вот пряжу Ализе Кит Рояль. Вот я думаю, что как раз вот это вот сочетание вот этих двух пряж, вот у меня даже образец есть, как это все выглядит, будет прекрасно смотреться на вот этой вот модели. Модель вяжется из двух составляющих, сначала идет тело, и потом отдельно вяжется резинка для вот этой вот части рукава. То есть вообще простецкая абсолютно, без каких-либо ухищрений, с приталиванием, с силуэтами, ну просто по прямой плюс дополнительные рукава. В общем, я думаю, что вот эта пряжа, вот эта комбинация дождалась Голди, и я буду вязать ее обязательно из вот этой вот пряжи. Вот, дальше поехали. Следующая модель называется МИА. Кардиган из хлопковой пряжи. Ким пишет, что это как бы must-have для этого лета. Вообще, конечно, белый хлопковый кардиган, они всегда must-have, и иметь его в запасе, это прекрасно. Он ко всему подходит абсолютно, и очень сильно нужен в гардеробе. К сожалению, вот мне лично никогда не хватает времени связать именно такие хлопковые вещи с рукавом, с длинными. Я всегда по этому поводу страдаю. В своих запасах я нашла вот такой вот хлопок натуральный. Я думаю, что, конечно, он немножко тонковат, но в две ниточки будет само то. Либо, либо здесь нужен вот толстый такой хлопок, типа Еджипта, Египта, который будет очень хорошо держать все вот эти вот рельефики. Ну, если, конечно, не брать хлопок, то идеально, мне кажется, подойдет вот такой вот пряжа Мартин. Вот Би-би-би, моя любимица на сегодняшний день. В общем, полуверчик очень хорошенький, на пуговочках аккуратненьких, с петельками. Дальше вот идет такой прекрасный разворот. Несколько таких разворотов есть в книге, когда фотография располагается на двух страницах, и создается такое вот шикарное ощущение, когда вот видно, что люди не экономят на месте, не экономят на бумаге, и концентрация на модели, конечно, очень удачная получается. Идет, идут фото для модели, которая называется Би-би. Она выполнена из пушистенького какого-то ангурочки, по-моему, или, может быть, кедмахера, или смеси кедмахера с шерстью. В общем, очень приятная такая вот болерушечка, даже не болеро, а укороченная кофточка с рукавчиками. Вообще в этом журнале у Ким несколько моделей вот таких укороченных, с длинным рукавом. Мне кажется, что вот мне, допустим, такие модели не пойдут, но более стройным девушкам они будут просто идеально. Такие небольшие кардиганчики, они настолько элегантные. Опять, у Ким ее любимый вточной рукавчик, любимая планочка. В общем, все фирменные черты ее дизайна мы видим в этой модели. Следующая модель называется Меделин. Это небольшой летний жилетик. Выполнен также из хлопка. Ну, рекомендации любой хлопковой ткани. Очень интересно выполнено приталивание. Вот здесь вот видно, что оно идет не в шве боковом, а рядышком. Вот вывязывается такого своего рода выточкой. Она, конечно, очень красивая и благородно смотрится на работе. Вообще прекрасно. Ну, у Ким мастерные такие детали. Небольшой рукавчик в виде домика, крышечки или как его называют еще. В принципе, это даже не жилетик, а небольшой летний топ. Дальше уже посерьезнее модель. Это Энжи. Опять такой вот красивый большой разворот. Кардиган. Я думаю, что сюда подойдет какая-нибудь шерсть. Типа Ализе Кашмира. Да, может быть и подойдет. Прекрасный, элегантный, изящный в стиле Одри Хэбберн классический жакет, кардиганчик. Ну, вообще, выше всяких похвал. Вот он в другом ракурсе. Три четверти рукавчик. Красивая очень резинка. Очень стильная планочка с пуговочками. Причем пуговки начинаются от линии талии. До линии талии застежки нет. Поэтому, видимо, пояс прилагается вместе. Предлагается, вернее, носить пояс. Дальше вот такая вот миленькая шапочка. Она, эта модель расположена на обложке книги. Если честно, мне она не очень нравится. Мне кажется, она немножко старомодная. Но посмотрим, может быть, просто так сфотографировали. Пока не восхищена. Вот эти вот модели, вот эта модель, типа накидки, мне тоже пончо-накидка. Но я не люблю просто такие. Хотя это очень приятная, элегантная такая вот вещь. Но все-таки специфичная. Следующий кардиган, следующий полувер вообще просто отличный и замечательный. Это Джоди. Как пишет Ким, что вот этот дизайн, он вне времени, он в любое время актуален. Я вижу, что он достаточно просто вяжется. Вполне возможно, есть некое приталивание. Джоди, да, есть небольшое приталивание, разрезики в боках. И очень легко вывязывается вырез. Это типа лодочки. У меня есть такой, с таким вырезом, небольшой полуверчик, который называется Жан. На самом деле очень легко вывязывается. Не надо мучиться с О-образным или В-образным вырезом. Очень легкая модель. Можно даже по прямой связать, в принципе. И подойдет и к юбке, и к брюкам. И хорошо, мне кажется, на нем как раз вот тоже Ализе будет смотреться. У меня в двух цветах есть. Я думаю, что я что-нибудь подберу для нее. То есть не надо быть продвинутым вязальщиком, чтобы вязать эту модель. Тут никаких особых сложных кос, лицевые, изнаночные. Все достаточно просто. Отделка по низу изнаночными рядами. Сверху резинка 2х2. Дальше самый шикарный кардиган из этого номера – это Жаклин. Белоснежное длинное пальто. Вот тем, кто давно уже искал модель, не решался вязать без описания, но очень хочет пальто. Вот это прямо то, что доктор прописал. Пальто без застежки, без пуговок. Воротник получается шалкой. Я знаю, что не все любят его. То есть он не просто резинка, а резинка достаточно широка, чтобы получить отворот. Мне лично очень нравится, потому что получается классический, прекрасный такой благородный вид. Также идет комбинация узоров лицевых и изнаночных. Здесь подойдет и хлопок, и шерсть, и многое, что другое подойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...